Продолжение следует... 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 Ну, как субдуральная гематома выглядит. Следующая задача — это исключить перелом черепа. Существует методика, которая носит название «ОС черепа». Ультразвуковое исследование костей с водой. Основными ультразвуковыми признаками линейного перелома являются прерывание гиперохогенного рисунка кости и феномен так называемой гиперохогенной метки под областью перелома. Ну, вот в последнее время появляются и зарубежные тоже статьи, которые говорят, что необходимо делать детям с кефалогематомами, тоже в кузине черепа обязательно. Вот как выглядят нормы кости черепа, вот как выглядят переломы теменной кости. Ну, вот вогнутый перелом. Наши данные. Мы посмотрели 449 новорожденных с кефалогематомами, преобладали кефалогематомы теменной локализацией. Всем детям была выполнена транскраниальная чередородничковая ультразонография ОС черепа и КТ всего лишь 17-18 детям. Какие мы получили результаты? Кефалогематомы, сочетающиеся с линейным переломом, у нас встретились 3,6%. Кефалогематомы, ассоциированные с эпидуральной гематомой, встретились в 1%, 1,1%. Но важная особенность, что в 69% случаев линейные переломы не возникали на фоне лакунарной крайне апатии костей черепа. Ну, вот один из таких примеров. У ЗИ в роддоме мы видим кости, кефалогематома, эпидуральная гематома, линейный перелом. И вот это подтверждено данными компьютерной томографии. И следующий пункт, на чем хотелось остановиться, это интерпретация полученных данных, которые являются не менее актуальной проблемой. Перелом гематома, значит, виноватый кушет. Так обычно мыслят родители, некоторые врачи и следствия этого многомиллионные судебные иски. Поэтому крайне важно адекватно анализировать каждую ситуацию. Ананас, течение рода, информировать родителей о возможностях плодовых факторов, да, в переломах или материнских факторов. Поэтому с чем мы дифференцируем? Обязательность нетравматическим внутричневым кровоизлиянием, на что указывает нетравматичность родов, отсутствие внешних признаков родовой травмы. То есть родовая травма, вы должны видеть внешние признаки механического воздействия на голову плода. Ананас матери, предъявим антипрепараты, которые снижают свортовость крови, патологии гемостаза, инфекции и другое. И тоже хотелось бы остановиться на интерпретации полученных данных при УЭС-черепах. То есть традиционно считается, что перелом костей свода – это родовая травма, и акушерские щепцы. Но литература, она также описывает внутриутробные причины переломов, которые связаны с локальным давлением на череп плода. Это различные костные выступы таза матери, это конечности плода, это миомы матки. И отдельно хотелось бы остановиться на таком понятии, как лакунарный череп, когда мы видим вот единичные или множественные дефекты костенения. Это преимущество темных костей, то есть сагитального шва. И одно дело, когда трещина возникает на таком, да, хорошо уже осифицированном черепе, или вот такой череп, и как бы я уже сказала, что в нашем исследовании переломы черепа, они встречались в 69% на фоне именно лакунарного черепа. То есть это плодовый фактор, это очень важно. Ну вот один из таких примеров, мы видим вот эти лакуны, и как раз по ходу вот этих вот недостаточной минерализации и происходит перелом. Как выглядит лакунарный череп? Вот нормальная кость, а вот мы видим участки истончения. То есть вероятнее всего, вот такой лакунарный череп, это физиология, мягкие кости черепа, это до конца неизученное состояние, но это важный предрасполагающий фактор. Поэтому выводы. Применение ультрасонографии черепа и транскраниальной чрезверничковой ультрасонографии при родовой травме головы позволяет решить очень важную практическую задачу. Это значительно расширит доступность визуализации переломов костей черепа и оболоченной гематомы новорожденных, одновременно сократив потребность в использовании методов лучевой диагностики. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.